Музыка Начинал, наверное, с коллекции отдельных вещей, точно. Я мыслю категорию отдельных вещей достаточно долго. У меня это продолжалось. Для этого процесс мне казался, процесс создания почти сакральным, и поэтому мне было сложно его выносить на люди. Мне казалось, что я что-то потеряю, и вдруг начну это делать в количестве, в большом, или начну это как-то широко показывать. То есть долго меня удовлетворяла вот такое. Такая камерность. Камерность, да, ну, своего рода такое затворничество. Мне как бы не хотелось спускаться с этих своих выдуманных, наверное, небес, не хотелось спускаться на землю до определенного момента. Хотя я думал, что в чем-то это было заблуждение, в чем-то, возможно, там была какая-то доля правды, но это точно помогло, я думаю, что помогло мне сформироваться. Точно стараюсь не делать одежду бездумной. Мне это кажется несправедливо хотя бы по отношению, по отношению к предмету, которым я занимаюсь, потому что одежды в мире так вот так много, чтобы продить просто еще какую-то, это все равно, что мусорить, мусорить. Сейчас вот важно, и очень важно сейчас взаимодействие как бы у человека, который носит одежду и одежду. То есть раньше одежда была просто как объект, который ты там пробовал разные варианты и, опять же, как художник больше аспериментировал. А сейчас нравится больше, когда это или продолжение, да, то есть там, или, наоборот, там помогает чему. Зачем, в принципе, нужна одежда? Ну, особенно дизайнерская одежда. Зачем нужна одежда, особенно, когда так ее много сейчас? Мне бы хотелось, чтобы как-то радостно принесли. Я не ищу специальное вдохновение, это мой принцип. Иногда я работаю, начинаю работу очень иронично, потому что, там, вдохновляюсь примитивными какими-то вещами, но в них можно найти глубокий смысл. Например, коллекция летняя, которая сейчас будет еще в продаже, актуальный сезон. Мне сегодня пришла идея в Ванну. Я подумала, что утренний ритуал, насколько важен на сцене, в котором просыпается девушка, и плюс этот ритуал утреннего души, процедур, не столько буквально, а столько настроено каждый день. А каждый день, как и каждый чистый лист, как белый цвет, насколько он правильно проживается, настолько он приятно следующий день. То есть, эта цепочка мелочей может оказаться настолько глобальной, но главное, что потом я подумала, как визуально, ничего не говоря об этом, выразить в душ. И просто работала в этом ключе, ограничивая какие-то другие, например, источники вдохновения. Я вообще, в принципе, люблю все по полочкам раскладывать. Ну, то есть, как бы, вот это можно назвать как творчество по расписанию. Дело в том, что я очень ответственный человек, и когда, кроме того, что я хочу творить, у меня есть сроки, я себе поставила какую-то определенную цель, я хочу правильно быть представлена с хорошей репутацией среди байеров, поэтому нужно делать все правильно. Когда я думаю, что какая идея пришла новая, потом пересматриваю что-то очень старое, там, седьмого, восьмого года, я понимаю, да вот же она была. Идея стиля, она более выкристаллизовывалась, да, полировалась. Это все время, да, и я думаю, что это еще не предел. Каждый сезон мы берем то, с чем сложно работать. Ну, я как дизайнер формировалась в 90-е годы. Это была эпоха тотального минимализма. Тогда появилась Прада, появилась Джунг Сандер, бельгийские дизайнеры, ну, все наши кумиры юности. И, ну, для меня было совершенно однозначно вот выбор именно, ну, вот такого направления, что мне нравилось такое носить, мне нравилось такое делать. А с другой стороны, поскольку я не бельгия, века и не дочь японца. Можно представить? Может быть, это и не настолько романтично, ну, то есть мы никогда не делаем чересчур романтично. То есть, если платье кажется мне слишком нарядным, ну, то есть нам не нужно слишком нарядное, нам нужно, ну, какая-то интересная, хорошая модель, но через черт тоже, ну, как бы мы с знаменем, отрубаем и чистим, и снимем какой-то лишний волан. И уж если чем романтичнее, наряднее платье, тем жестче, значит, должна быть обувь какие-то, вот аксессуары. Хочется делать просто не одежду, которая соответствует трендам, либо времени, либо называть, не хочется говорить, что ты делаешь fashion. Я мечтаю остаться, в принципе, без шоуруми. Это у нас в спорте. Потому что лучше продаваться в магазине, производить, не продаваться в шоуруми, или просто возможность на реализацию этих магазинов. Это самый правильный все-таки формат, когда ты создаешь коллекцию, и коллекция продает всегда. Субтитры создавал DimaTorzok